Друзья, здарова! Бывают такие обстоятельства, когда нам с вами нужно визуально убрать различные косметические недочеты скрытых полостей. Сегодня я вам покажу один из методов, точнее один из материалов, который нам поможет это сделать. Смотрите. Все мы сталкиваемся с неудачными попытками ремонта, когда, допустим, берем машину после ДТП и думаем, что ее очень легко восстановить, и мастера у них всех золотые руки, когда они все это обещают, что все будет классно, вот мы столкнулись с таким результатом. Взяли чуть-чуть подбитую февролей ванду, машина редкая, запчасти редкие, еле-еле нашли задний бампер и попросили выровнять корыто. Посмотрите, что получилось. Получилось у нас следующее. Два месяца он ковырялся с машиной, когда ее брал, обещал, что все будет четко, все будет ровно, но в итоге получилось вот так. Через два месяца он мне сказал, что он не может это восстановить. Купите новое корыто. На эту машину корыто найти нереально. Просто нереально. И что нужно делать в любом случае? Ее нужно продавать. Ее нужно привести в товарный вид. Что делать в такой ситуации? В этой ситуации нам поможет следующее. Я, конечно, не сторонник скрывать недостатки, но бывают ситуации, в которых нет выхода. Денег уже вложил, машину купил, отдал за ремонт, ремонт оказался некачественным. Но машину продавать надо. Скрыть недостатки поможет вот такой вот вибропласт. Он продает листами. Там стоимость 400 рублей за один лист. Хотя бы выровнять поверхность багажника. Хотя бы придаст какую-то жесткость кривым местам. И не будет попадать влага. Потом мы все это заклеим вот такой вот сумоизоляцией. В любом случае, покупателю нужно будет сказать, что машина битая. Он об этом узнает из базы ГИБДД. Но, по крайней мере, вот эта ситуация отпугнет его глаз. Ну, давайте посмотрим, что из этого выйдет. И вот итог, что у нас получилось, друзья. Получилась вот такая вот порнография. Конечно, ничего хорошего в этом нет. Но, по крайней мере, это выглядит не так страшно. Не так бросается в глаза. И человек увидит, что это хотя бы выглядит опрятно, а не то, что это было. Понятное дело, что это все ему нужно сказать, показать. И порекомендовать поменять этот момент. Но, когда у тебя рассчитан бюджет уже на эту машину. И тебе надо хоть что-то с нее заработать. То уже не получается тратить какие-то новые моменты, новые детали искать. И все. Потому что машина станет неинтересной. Уж проще было ее продать, как она есть. Поэтому тщательно подбирайте мастеров. Тщательно подбирайте сервисы. И платите только за хорошую работу. За эту работу я заплатил гораздо меньше, чем мы договаривались. Потому что результата должного я не увидел. Машина реально хорошая. Машина выглядит бодро. Она по технике хорошая. Но сам факт. Машина испорчена. Машина будет продаваться гораздо ниже рынка. С такими вот недостатками. Но, что поделаешь. Всем удачи. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Так что, друзья, если кто не знал, есть вот такой достаточно простой. Конечно, немного колхозный. Но в то же время действенный способ. И им визуально улучшить какие-то такие скрытые места, где видны следы явного колхозного ремонта. Либо есть коррозия. Либо еще какие-то косметические дефекты, которые мозолят глаз. И которые могут повлиять на то, что автомобиль не купят. Можно. Но в то же время, как говорил Юра, и я добавлю еще раз от себя. Это не значит, что нужно скрывать какие-то ярые косяки и говорить, что там все нормально. В любом случае, нужно покупателю об этом во всем сказать. То, что данная деталь требует внимания. Но, тем не менее, при применении такого способа, визуально, автомобиль будет казаться уже лучше. Уже будет казаться ухоженнее. И это, разумеется, самым прямым образом может повлиять как на цену продажи, так и на ее скорость. Кому было полезно, кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, потому что у нас будет еще много чего полезного и интересного. Того, что вам пригодится в вашей повседневной жизни, либо в вашем бизнесе, если вы занимаетесь автомобилем. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Оберни милый взгляд